Региональные новости. Еще нет официального решения, но вероятно, что Воронежская школа номер 85 будет носить имя Романа Филиппова, военного летчика, представленного к званию Героя России за подвиг, совершенный на земле Сирии. В школе, где учился и который закончил Герой, побывала наша съемочная группа. 3 февраля при облете зоны деэскалации сирийской провинции Идлиб самолет Су-25, который пилотировал майор Роман Филиппов, атаковали из переносного зенитно-ракетного комплекса. Приземлившись под шквальным огнем земли в районе контролируемого террористами населенного пункта Тель-де-Бес, Роман Филиппов в окружении принял неравный бой с боевиками. Тяжело раненым, когда расстояние до боевиков составляло несколько десятков метров, офицер подорвал себя гранатой. Весть о погибшем в бою российском летчике в Воронежской школе номер 85 сначала не связали с собой. Потом, когда стало известно имя героя, поняли – наш ученик. Учителя, ну, некоторым даже было плохо, потому что вспоминали 33 года всего, 33 года. У многих учителей дети такого возраста, поэтому это, конечно, большая трагедия, большая утрата. Идея о том, чтобы как-то увековечить память героя, который учился в школе, оказалась естественной. Она возникла сразу, потому что хотелось увековечить память Филиппова, Романа, который учился ровно 10 лет в этой школе. Он поступил в 1991 году и закончил в июне, 16 июня 2001 года. Он проучился 10 лет. К сожалению, в школе работают сейчас только два учителя, которые его обучали. Одна из них – Людмила Лазарева, классный руководитель выпускного 11-го Б. Он перешел из 9-го Б-класса, по окончанию 9-го Б-класса перешел в 10-й А-класс к нам. Это был класс математический, с уклопленным изучением математики. И, видимо, понимал уже тогда, что ему нужны технические науки, точные, и поэтому перевелся в этот класс. Это был очень сильный класс. В нем оказалось шесть серебряных медалистов и один золотой. Сам Роман тоже хорошо учился. В его аттестате о неполном среднем образовании только четверки и пятерки. Он никогда не прятался за спины других. Никогда не совершал поступков на показ. Он все это делал по-деловому, по-честному. Очень не любил лжи, лицемерие. Жил по справедливости. Очень дружный класс, вспоминают учителя. Особенно парни, которые гурьбой свободным минутам чались на школьный стадион гонять футбольный мяч. Прямо за этим стадионом многоэтажка, где жил Роман. После выпуска школу он не забыл. Он, когда учился в военном училище, на каникул забегал в школу в такой военной форме, такой счастливый, радостный. Он обижал всех учителей, обходил, со всеми побеседовал. Нет, они ребята очень хорошие, обычно приходят такие. Сохранилась старая записная книжка классного руководителя. В ней имя отца Романа Николая Серафимовича Филиппова, тоже военного летчика. Единственного мужчины в родительском комитете, состоявшем из мам учеников. Он всегда был готов, говорит учительница, по первой просьбе что-то починить в кабинете, поправить из мебели. На последнем месте службы майора Романа Филиппова, во Владивостоке, у него остались жена и двое детей. Яркий человек с недолгой, к сожалению, жизнью. Таким его и запомнили. Мальчишкой с серьезным лицом. Теперь героем России. Вячеслав Запорожец, Валерий Бобкин, 41 канал.